Северное сияние, встреча с белым медведем и знакомство с культурой и бытом ненцев. Все это ждет туристов, желающих посетить Ненецкий автономный округ. Для гостей из других регионов есть хорошая возможность побывать в Ненецком округе и получить кэшбэк до 20%. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Не каждый житель России может похвастаться тем, что посетил регион, находящийся за Полярным кругом. Михаил Труфанов прилетел на Римар из Владивостока. Несмотря на большой опыт путешествий, услышав об эксклюзивности Ненецкого региона, сразу направился к нам в гости. На мой взгляд, это достаточно необычно в части именно туризма, потому что есть стереотипное мышление туризма. Это какие-то там жаркие края, либо, не знаю, там две столицы наших. А приехать куда-то, ну, это же Полярный круг, правильно, Заполярье, то это достаточно, ну, интересно. На мой взгляд, эксклюзивно и чертовски необычно. Несмотря на то, что Михаил только прилетел и находится в Наринмаре всего 4 часа, молодой человек успел увидеть Полярную ночь, что для туристов крайне необычно. Я такой довольный на самом деле, прям очень довольный. Это очень клево. Ну, очень необычно, а очень клево, и это надолго запомнилось. А что больше всего запомнилось? Да мы еще мало чего видели, Полярная ночь. Вот это победа. Я вообще не ожидал, что это может быть так. Помимо привлекательности арктических ландшафтов и северного сияния, обычного явления для местных жителей, гости из других регионов приезжают в НАО, чтобы познакомиться с коренным населением Ненецкого округа, с их бытом и культурой. Я не знаю людей местных, так как они живут, их быт, да, то есть немножко менталитет другой, отличающийся, да, вот, например, от той полосы, где живу я. Очень интересно. Ну и мороз. Вот мне интересно, как люди, которые не просто приехали на какое-то время, а постоянно живут в таком климате. Быт и культура именно ненцев, кочующих по тундре, отличаются от жизни в городе. Представители коренного народа живут в чуме и носят национальную одежду, сделанную из шкуры оленя. Я очень хочу поночевать в чуме, посмотреть, как они живут, что это такое вообще, переселяться и постоянно вот на улице находиться в такой холод. Сейчас в НАО идет непрерывный поток туристов, ведь Ненецкому округу есть что показать и рассказать. Округ сейчас пользуется большой популярностью у людей, которые любят север, которые любят этнотуризм, которые любят Арктику, потому что у нас, например, практически все туры до апреля месяца уже распроданы. То есть группы набраны и люди едут к нам каждую неделю. Каждую неделю мы возим их по нашим достопримечательностям, в нашу тундру и показываем наш родной край. Туристов привлекает не только образ жизни ненецких народов, но и особенности Арктики. К слову, сейчас можно с выгодой посетить заповедные места. Ростуризм продлил всеми полюбившуюся программу кэшбэка. Ну, это очень удобно. Особенно если ты едешь все равно куда-то, ты тратишь какие-то финансы, рассчитываешь на что-то, и когда тебе возвращается, это очень круто. Ну и плюс люди, которые сомневаются поехать туда или куда-то не по России, конечно, лучше по России. Вообще Россия интересна. Сейчас в связи с пандемией, когда закрывали все страны, очень много туристов отправились путешествовать по России. У нас огромная страна, причем она очень разнообразная. Прям очень. Поэтому изучаем потихоньку. Туристический кэшбэк – это программа, которая дает возможность посетить любую точку нашей страны и после поездки вернуть часть средств в размере 20% от суммы покупки тура или проживания в гостинице. Эта программа запущена, инициирована и запущена Ростуризмом во всех регионах нашей страны. Она действует. Также приезжая к нам, можно получить этот кэшбэк, если туристы останавливаются в гостинице Заполярная столица. Эта программа, прежде всего, направлена на то, чтобы стимулировать наших россиян, на то, чтобы они узнавали свою страну, путешествовали именно по России. Главное условие для получения кэшбэка – это покупка тура или оплата проживания в гостинице через программу лояльности платежной системы МИР. Туристический кэшбэк на путешествия действует с 18 января до 12 апреля 2022 года. Более подробную информацию о условиях получения денежных средств от туристической поездки можно узнать на сайте, который вы видите на своих экранах. Василий Хатанзийский, Владислав Носкин, Телеканал Север.